Это великое московское переселение. Власти города хотят снести 25 миллионов квадратных метров, на которых живут 1 миллион 600 тысяч человек, и переселить всех в новые кварталы. Для этого мэр попросил чрезвычайных полномочий, и президент пообещал ему специальный закон. Я знаю настроение и ожидания москвичей. Но оказалось, не все москвичи согласны переезжать. То, что власти назвали реновацией, они называют незаконным сносом и выселением. Руки прочь от Москвы! В группы противников вступили десятки тысяч человек. В итоге каждый московский двор стал полем боя. Только сносить, и никаких этих вот делов. Но Госдума все равно принимает закон о реновации. Пытаемся абсортизировать права собственности на квартиры, на квартирных домах. Если они будут абсолютно эти права, жилой дом точно развалится. А сенаторы обещают, после Москвы программу начнут. в регионах. Тогда она коснется каждого. Если не вас лично, то ваших родственников, друзей или соседей. Это будет самая масштабная стройка в России с 60-х. С тех пор, как Россия стала стороной хрущевок. Какой она станет теперь? Вот здесь росли и старели, любили и ссорились, переживали ремонт и не решались выбросить бабушкин буфет. Здесь не спали ночами, смотрели телек все выходные, заливали соседей, болтали до утра на кухне. Вся жизнь была на этих пяти этажах. А теперь? И что дальше? Куда? Как переселят? Мы вообще что-то решаем или опять все за нас? Может быть, идти митинговать? Или уже поздно? Кому это выгодно? И главное, как защитить эти стены? Хрупкие, но родные. Это карта реновации на сайте мэрии Москвы. В первую волну попадают 4546 домов. Власти выбрали их сами, а жильцам предложили голосовать за или против. Но хрущевки, которые проще снести, чем капитально отремонтировать, это чуть больше половины списка. Все остальное – очень разные здания, в том числе вполне крепкие. Средний износ в домах под снос – 40,8%. При этом для обычного капремонта нужен износ больше 42%. При 60% дом признается ветхим, а при 80% – аварийным. Но ветхих домов в списке всего 2%, а аварийных нет вообще. И почти везде сносить будут не отдельные дома, а целые кварталы. Обратите внимание, их расположение не случайно. И скоро вы узнаете, почему. Приветствую. Добрый день. Добрый день. Прыщевки по-разному могут выглядеть, да, оказывается? И выглядеть, и содержательно они тоже бывают очень разными. Мне нравится название «Оттепелевка». То есть это как раз вот Сталинка, построенная после Сталина? Да. Стены толстенные, потолки 3 метра, огромная парадная, большие кухни. Я обыватель, да, абсолютно пассивный человек, и был бы рад оставаться в состоянии пассивности и спячки, если бы не ударили в самую болевую точку. Вот если говорить о патриотизме, вот я патриот своей квартиры, своего дома, своего района, и вот дальше про расширение. Соответственно, если закончится история моего дома, на этом для меня закончится вообще любовь к стране. Никто не ходил по подъезду, мне говорят, ваш дом снесут, ребята, приходите скорее, пообщаемся на эту тему. Нет, такого не было, мы все узнали случайно, это был сарафан. Я когда звонил, даже не дослушив адрес, сколько у вас этажей? Пять. Выпаснос, все. Никакого оповещения от мэрии, никакой широкой компании, кроме пропагандистской, что все будет хорошо, которая где-то там в телевизоре, вот никакой работы с жильцами, конечно же, не было. Никакого письма в ящик, ничего, ни звонка. Половина жителей с ужасом узнавали вообще о том, что такая программа существует, и мы к ней имеем какое-то отношение. А, да, то есть люди знают. Да, мороз по коже, ну вот на этом уровне. В конце апреля журналистка Екатерина Винокурова, тоже живущая в Хрущевке, опубликовала запись встречи вице-мэра Анастасии Раковой с главами управ города. Ракова советовала чиновникам проводить встречи с жителями, но не обещать им слишком многого. Вот цитата. Это не программа улучшения жилищных условий, это программа уменьшения аварийного фонда. Улучшение жилищных условий только для очередников. Пусть хоть 10 семей в квартире живет, хоть больные туберкулезом. Вот таких вот собраний десятки уже привели к вопросу главу праворайона по всей Москве, разъясняя жителям, что такое реновация. Наш дом практически в полном составе не хочет сноса, и нам нравится наш район, нравится малоэтажная застройка. Мы не хотим уплотнения новых высоких домов. Я тоже не хочу. И мы читали стенограмму заседания в мэрии с госпожой Раковой. Понятно, что никакого улучшения жилищных условий не будет, только ухудшение. Как вы прокомментируете эту стенограмму? И короткая просьба к залу, поднимите руки тех, кто против сноса и реновации. Половина. Гораздо больше. Почти все. Секунду, секунду, секунду. Вы получили ответы на свои вопросы? Смотрите, ответ на свой вопрос я не получил. На главный, потому что я просил прокомментировать стенограмму встречи в мэрии, которую мы все читали с госпожей Раковой, которая говорила, что никаких улучшений не будет. Встреча была абсолютно срежиссирована. В центре зала сиделось 25 массовки, которая аплодировала к лакерам, которые поднимали руки за реновацию. Туда привезли просто какую-то молодежь, и она группой организованной. Они аплодировали. Да, а они приехали за реновацию, они их, видимо, проинструктировали. Они аплодировали лакерам. Да, и несколько из них выступали. Спасибо за эту программу. По нашему дому конкретно. Вот, например, распоряжение правительства Москвы о капитальном ремонте 98-й год. Износ дома на 2005-й год указан 20%. То есть 20 лет назад дом полностью обновили. Отремонтировали. Износ был 20%. Кровля была поменена. Кровля недавно. Недавно совсем. Дом фактически новый. О чем мы вообще можем говорить? Это моя частная собственность. Какая к черту реновация? У нас есть конституция или у нас есть война? Понимаете? Потому что люди встанут на защиту своей собственности. Это будет война. Я сказал, что я не уйду. Мне лучше пулю от ОМОНовца получить. По всему городу начались митинги в поддержку программы. Они довольны и сказали, что 14 мая проведут свой митинг. И тот, и другой лагерь встретились у нас в студии. Теремя, вы сама в пятиэтажке живете? Да, я живу в пятиэтажке. Ваш дом попал в первый опубликованный мэрией список домов под снос? Вы знаете, в первый список не попал. Потому что мы три раза собрали подписи всех собственников жилья на весь ЖСК. Отнесли их в управу. Но по нынешнему бандитскому закону проекту вводится же понятие зоны реновации. В рамках которой подлежит сносу все живое. Вы боитесь, что ваш дом рядом с соседями проводит? Наши дома оказались ровно по центру между сносимыми домами. Вы не подозреваете, что их тоже снесут, хотя вы против? Я, конечно же, подозреваю, что нас просто могут включить в эту зону реновации и по-бандитски снести. Потому что нынешний законопроект это позволяет. Вот, Юрий, вы слышите, что больше всего людей смущает. Что им на встрече с префектом или с какими-то чиновниками, московскими муниципальными, говорят, что их дома в список не войдут. Потом они видят, что их дома по всем признакам, они звонят в право и им говорят обратное, что их дома могут войти. Вокруг этого законопроекта действительно очень много и, с одной стороны, мифов, с другой стороны, слухов, домыслов. И сам законопроект, к сожалению, дает такие основания по ряду пунктов. Есть бандитский документ, который позволяет московской мэрии отнимать любое жилое, нежилое помещение в Москве. Сносит все градостроительные регламенты, все экологические нормы для застройщиков. И вы говорите, что нам нечем возмущаться. Это первое. Второе, о том, это бандит... Бандитский, это когда отнимать, когда компенсировать, это уже другие, наверное, понятия. Нет, это абсолютно такой же бандитизм. Давайте не бросаться жаргоном вот здесь, в студии РБК. Смотрите, это 90-е годы, как раз в студии РБК, я думаю, понимают, о чем идет речь. Это называется рейдерский захват частной собственности. Что касается диалога, я бы хотела отметить, что несмотря на все возмущение москвичей, причем это возмущение можно локализовать, есть протестные группы по районам, никакого диалога хорошего не ведется. Все, что мы слышим за этот месяц со стороны общественной палаты города Москвы, это поток оскорблений, да? Екатерина, я сегодня был в общественной палате. Более двух с половиной часов шел разговор. Была одна из заявительниц митинга Кэрри, там достаточно непростая фамилия, извините. Бугенбергер ее фамилия, я вам помогаю. Да, я сразу не выговорю, наверное, чтобы не ошибиться. Да, и про нее в общественной палате люди писали гадости в Фейсбуке. Кэрри дали выступить 15 минут, несколько раз она возвращала. Никто не перевал, все, что она хотела, она сказала. Ее выслушали, на все вопросы ответили. И объявили, по-моему, в соцсетях. Вы знаете, что было в конце? Кэрри говорит, давайте, все замечательно, вы меня убедили, что дом не будет, можно не снести, если мы проголосуем против, о чем и говорят власти. Но давайте вы еще нам будете гарантировать, что наш дом в перспективе не станет аварийной. То есть вот такое очень странное отношение ответственности собственника. Но подождите, если мы платим взносы на капремонт, если я плачу взносы на газ, я ожидаю, что у меня будет газ. Если я плачу взносы на капремонт, я ожидаю, что у меня будет капремонт. Это нормальный диалог. Это первое. Второе. Что касается митингов за снос и диалога, то я бы хотела отдельно отметить, а также того, что президент Владимир Путин уже велел, на самом деле, московской мэрии сдать назад, после чего она, наоборот, вывесила списки домов. Причем списки составлены настолько кое-как, что в итоге бараки, аварийное, ветхое жилье... Не перебивайте меня, пожалуйста. Списки были вывешены 2-го числа, а президент какого выступал? А почему вы меняете даже здесь последовательность? Информация все время меняется, в этом главная проблема. Сегодня мэр Москвы Собянин говорит, что минимум половины переселенцев получат квартиры в монолитных домах по индивидуальным проектам. До этого звучало, что жильцы переедут в серию П-44Т. Это такие серийные панельные многоэтажки, которых очень много в Москве, самая популярная серия домов. Это совсем два разных варианта. А эти детали очень важны для людей, они постоянно получают разную информацию. А на выходе, наверное, еще какой-то третий вариант будет. Так вот вы собираете митинг, еще не дождавшись окончательной редакции. А за что я митинг собираю? За реновацию, как вы мне сейчас приписываете? Или за право участвовать в программе реновации? Это принципиальные вещи. Вот Екатерина собирает митинг против программы реновации. Программа реновации, знаете, когда будет сформирована? В декабре месяце. Когда будет сначала законопроект принят. То есть вам можно заявлять митинг и проводить его, а Екатерине и ее заявителям нельзя? Я митинг провожу за включение домов в проект программы. Появится пять модельных территорий, где люди больше всего готовы включиться. После этого по этим проектам реновации будут слушания отдельные проведены. И только после этого будет идти квалифицированное голосование, имеющее юридическую. То есть до финальной версии закона еще далеко. Екатерина, вас Юрий успокоил, что еще рано говорить о чем-то успокоил вас? Нет, потому что сейчас людей как раз постоянно вводят как раз в заблуждение. То есть, например, как были сформированы сейчас первые списки? Они сформированы очень быстро и очень плохо, потому что в них не включили разваливающиеся бараки. Например, на соседней со мной улице 7-я парковая. И зато включили хорошие сталинки кипячные здания. Дальше людям предлагается голосовать по неправовой процедуре. Митинг против реновации состоялся 14 мая и стал самой массовой протестной акцией в Москве за пять лет. Уважаемые граждане, вот на тревоге этой митинга, который следует через левый рамп. Настотительный рамп. Вот здесь можно ходить и изучать, как выглядят гербы разных районов Москвы. Вот Головину, например, там шлем какого-то рыцаря. Щукина, ну, щука. Мне кажется, это правильно, чтобы каждый представлял свой дом, свой район, что это не собрание случайных людей, а совершенно конкретные ответственные собственники. Петиция против принятия законопроекта. Это тот самый, из-за которого Госдума проголосовала в первом чтении? Да, 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 он самый. То есть это вот основное требование митинга, да, я так понимаю? Это ужасная пирамида для стройкомплекса. Это не для нас, это ограбление нас, многократное ограбление. У нас отнимают и наши деньги, и нашу землю, и наши дома, и наше имущество. Руки прочь от Москвы! Руки прочь от Москвы! Руки прочь от Москвы! Политическую ответственность несет лично мэр Собянин. И я считаю, что нужно включать в резолюцию требования немедленной отставки Собянина. Долой, Собянина! Собянина в отставку! Денис Синяков, а ты как... Я вместе с ними, с мой район. Ты как житель или ты как фотограф сюда пришел? Расскажи, ты против чего выступаешь? Я выступаю против закона, и большинство пришедших людей сегодня выступают против закона, потому что по этому закону любой дом может попасть под снос, даже если у них сейчас первых, вторых, третьих и так далее. Он наделяет же власть безграничной властью, вообще бессрочной. Вот вы даже футболки себе распечатали. Конечно. Мир, Крущевка, война, ром, левка! Мир, Крущевка, война, ром, левка! По просьбе организаторов полиция вывела с митинга политика Алексея Навального с женой и сыном. Получился скандал, за которым никто не заметил, кто поднялся на сцену вместо него. Выступает Динара Евгеньевна Якушева от правительства Москвы. Уважаемые гости, я не являюсь от правительства Москвы. Я такой же житель города Москвы, как и вы. И считаю, что вы отчасти правы. Но ведь надо учитывать и вторую сторону, которая единственный шанс получить от реновации нормальные жилищные условия. В итоге-то Навального не пустили, Навального убрали, а вас пустили на сцену. Понимаете? Подозрительно? Нет, подождите минуточку. Пустили? Вы мне такие провокационные вопросы задаете. Как будто я стояла и выдавала всем пропуски. Я удивляюсь просто искренне, что Навального не пустили, вас пустили. Навальный два метра рост, а я вот так раз-раз и сразу подошла к этому охраннику. У вас действительно очень поставленная речь. Вы как будто, я не знаю, преподаватель... Русского языка? Или завуч в школе. Нет, я никогда никому ничего не преподавала. Мне скрывать нечего. Я самая простая женщина. Я никогда не работала в мэрии. Никакой управы. Я пенсионер. 18 лет, я здесь старшая по дому, как меня люди выбрали и доверили мне этот свой пост. Я его вот несу, этот свой крест. И вот она до сих пор вот стоит, трещина, вон аж до самого верха. Рядом, вот посмотрите, уже вываливаются стены. Вот эти деревянные закрытия, это же... Сейчас мы с вами пройдем по два. Чтобы менять там трубы, чтобы разбираться в коммуникации, Чтобы поменять и исправить, нужно вот раскапывать. Надо раскапывать, потому что здесь нет земельного, то есть нету пола. Здесь вот насыпана земля, вы видите, не везде можно стоять. А то вы думаете, я ее провалюсь туда. Стены уже, вот посмотрите. Посмотрите, она вся вываливается. В итоге мы дождемся, что мы сложимся, как коробочка. Это грибок все. Это все уже давно проедено. Посмотрите, какие дыры. Давайте посмотрим, в каком состоянии квартира. У нас отсутствует горячая вода. Это помещение, оно считается и кухня. И вот мы отделили, сделали вот эти кабинки душевые, повесили вот эти обогреватели, поставили вот эту раковинку, где мы умываемся, где мы и посуду моем, потому что, ну, как-то надо выкручиваться. Если на сегодняшний день предлагают вступить в программу реновация, мы все за, потому что... Вы сейчас в программе? Нет. Вот мы сейчас... Этот дом сейчас нет в тех списках, которые были опубликованы в домах. Нет, нет, поэтому я и подняла этот шум. Шум в поддержку реновации в социальных сетях сосредоточен в пабликах «Заснос хрущевок». Журналист Алексей Ковалев выяснил, что ведут эти паблики сотрудники компании «Соседи», которая через другую компанию «Московские информационные технологии» принадлежит правительству Москвы. Администраторы в группе «Заснос» ВКонтакте – это члены молодежного парламента Москвы. Они же активно поддерживают реновацию в Твиттере, но не общаются с прессой. Вместо них я встретился с еще несколькими людьми, которые отметились восторгами под постом мэра. Когда мэр опубликовал, собственно, этот список, ты положительно к этому отнеслась, да, отреагировала положительно. Почему? Приятно смотреть, выходить на улицу, гулять и любоваться красивым видом. Смотреть на красивые дома, а не на аварийные какие-то постройки, которые уже давно должны быть снесены. Ну вот ваш дом аварийный? Про свой дом я не могу так сказать. Я посмотрел твое страничку ВКонтакте. Ты, помимо того, что студентка, ты стажер в правительстве Москвы, правильно? Я стажируюсь в территориальном органе исполнительной власти города Москвы. Территориальный орган – это какой-то район? Я стажируюсь в управе. В управе района, да? Занималась я разными делами, разными задачами. У меня был различный функционал. Ну вот, опять же, я помогала консультировать жителей в методическом кабинете по вопросам реновации. Я помогала с организацией мероприятий в районе. Многие знакомые у меня живут, многие друзья в этих домах, в пятиэтажке, потому что Рязанский район, он, собственно говоря, половина пятиэтажных домов. Ну и, так сказать, они с соцсетями не особо любят там, может, что-то писать. Ну, а я все-таки считаю то, что нужно выражать свою позицию. И, как бы, тоже по их просьбе, в частности, написал. Ну и вообще, я всегда за любые новые разумные программы, да, как бы, и самое главное, чтобы тут была польза для жителей, да. В частности, как бы, если она есть, то, соответственно, и программа должна жить. В плане общественной деятельности, как бы, если вы тоже могли узнать через сеть интернет, я член молодежной палаты при Московской городской думе, да. Почему ответом на митинг протеста стали вот такие заинтересованные посты или иногда просто боты в соцсетях? Неужели власти не могут внятно поговорить с жителями? Я решил спросить у главного по реновации в Москве, главы стройкомплекса города Марата Хуснулина. Митинг 14 мая. Вы как отнеслись к тому, что 30 тысяч человек на улицу вышло? Ну, во-первых, я считаю, что эти данные преувеличены, там, по-всякому, кто говорит, 30, кто 20, кто 8. Я считаю, что не суть важна, насколько человек вышел, а я считаю, что люди вышли во многу, наверное, из-за недостатка информированности. У людей, наверное, были какие-то определенные вопросы, люди хотели услышать ответы на свои вопросы. И я думаю, что просто эту ситуацию умело использовали оппозиционные политики. Слушайте, а если люди, вот я с ними тоже общаюсь, конкретные жильцы конкретных домов в конкретных районах Москвы, они действительно хотели услышать какие-то вопросы, они их задавали много раз. Но в ответ они видели, что собираются, иногда весьма искусственно собираются митинги за снос, создаются группы ВКонтакте, полные фейковых аккаунтов. То есть они видели, что ВДС не хочет с ними на диалог идти. Вот почему нельзя было сразу наладить диалог с реальными людьми, которые реально болеют за свой дом? Я объясню ситуацию. Во-первых, надо всегда говорить не словами, а делами. Я приведу очень простой пример. Вот уже за последние шесть лишних лет, которые возглавляет город Сергей Семенович Собянин, мы снесли миллион шестьсот квадратных метров пятиэтажек, построили почти три, и примерно 200 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Но это же та же самая жилища, которая длилась с Пушковой. 95% населения ни одного вопроса по этому поводу не задают. Вот. Так вот. Зачем нужно было принимать новый закон, чтобы длинуть такую волну обсуждения? Объясню. Потому что за то время, когда принималось программу 18 лет назад, и сегодня, за это время настолько много поменялось в городостроительстве, в земельном кодексе, что, например, землю предоставлять нельзя без конкурса, что, например, у нас существует 80 различных согласований для того, чтобы построить один дом. И мы посчитали, что если на сегодняшний день взять, значит, по сегодняшнему законодательству за программу реноваться, то понадобится 40-50 лет. Если поменять закон и попытаться упростить все процедуры, то примерно можно уложиться в 15 лет. При том, что две трети населения принимает решение, это две трети плюс один голос. Кто остальные не согласны, придется принудительно. Потому что я еще хочу, но очень важно подчеркнуть особенность, вот когда мы сравниваем себя с мировым опытом, да, там, с международным, это только российская особенность, когда люди владеют квартирой, то есть они владеют пространством в общей долевой собственности. То есть, понимаете, стена, она не ваша, она стена ваша и соседа. Лечная площадка, она не ваша, она ваша и соседа. В силу особенности приватизации у нас получилось так, что у нас на сегодняшний день человек владеет пространством внутри. Если две трети людей, которые владеют на сегодняшний день, значит, вот этим общедомовым пространством говорят, мы хотим переехать, остальная одна треть должна с этим уважать это мнение. Нет, вот программа началась. Мой дом, две трети жильцов проголосовали за то, чтобы дом попал в программу. Ну, первое. Как я об этом узнаю? Нет, вот мы составим список домов, которые появятся, потом мы возьмем, скорее всего, два-три месяца на то, чтобы уже это политическое решение граждан увязать в конкретную программу со сроками, с очередностью, с волной, с тем, что пойдет в первую, что во вторую, что в третью. Как я узнаю, какие у меня есть варианты переселения? Мы будем... Мне надо куда-то звонить будет? Будем списки вывешивать. Значит, ну, сначала мы сделаем информацию, проинформируем всех. Потом у нас есть типичная практика, когда у нас департамент городского имущества говорит, уважаемые коллеги, пишут вам письма, которые говорят, мы предлагаем вам переехать в такой-то... То есть я получу письмо в почтовый ящик? Посмотреть, ну, скорее всего, да, в почтовый ящик получите письмо, что предлагаем вам прийти в таком-то месте, в такое-то время, значит, департамент городского имущества, посмотреть. Мы предлагаем вам две-три квартиры на выбор, в которые вы можете переехать. Хорошо, а если вот я посмотрел, и мне, ну, они мне не понравились. По моим вот критериям, они не подходят мне. Ну, давайте так, у нас на сегодняшний день есть четко прописаны в законе критерии, по которым мы вообще людей переселяем. Но этот критерий, они заключаются в следующем, что у вас количество комнат должно быть не меньше, чем у вас на сегодняшний день. Если у вас двух комнат, вы получите не меньше двух комнат жилых. У вас жилая площадь должна быть не меньше, значит, а общая площадь вот квартиры из опыта, опять-таки, последних семи лет, я могу точно сказать, что в среднем жители получают квартиру на 30% больше по площади, чем она сегодня существует. Поэтому 95% людей соглашаются. А если я в свою квартиру вложил в ремонт столько же, сколько она сама стоит, вот мне кто это компенсирует? Теоретически это возможно. Вы заявляетесь, по закону об оценочной деятельности мы оцениваем и вам оплачивают. То есть если у меня тиковые панели, то кто-то придет, их оценит? Никто-то, а выбранный по конкурсу оценщик оценивает, говорит, стоимость такая, если мы соглашаемся, мы ее оплачиваем, если соглашаемся, вы идете в суд, говорите, что действительно на сегодняшний день моя квартира стоит столько, вот у меня оценка. Дальше что-то принимает решение. Теперь об этом почти не вспоминают, но вообще-то расселять хрущевки начал еще предыдущий мэр Юрий Лужков. Не такими темпами, но и без особого шума. 20 лет назад он решил снести 1722 ветхих дома первых экспериментальных серий, а на их месте построить новое жилье. То, с чем придется столкнуться всей Москве с началом реновации, уже проходили жильцы 75-го и 82-го кварталов в районе Хорошево-Мневники. Здесь крупная строительная компания заключила с городом инвестконтракт на расселение, снос и новую стройку. Темпы строительства должны быть уже на каком-то высоком уровне. Ну, в частности, там, этаж-секция с четырьмя или шестью квартирами должна строиться где-то за два дня. Мы можем получить около 45-50 тысяч квадратов в месяц. То есть это, ну, где-то тысяча человек может переехать в новое жилье. Все, что мы видим здесь, на территории 75-го квартала, на их месте были пятиэтажки. Практически везде. Все даже переезжали не только те люди, которые здесь жили, правильно? Здесь же больше квадратных метров стало. Соотношение коммерческого жилья и муниципального где-то 30 на 70. 30 процентов в соответствии с контрактом мы передавали городу. Вот этот дом, он полностью почти муниципальный, да? А соседний – это коммерческий жилье. Мы видим группу домов, тут три дома. Этот муниципальный дом, эти два дома коммерческие. Объединены они единой территорией, и поэтому это очень удобно для того, чтобы сохранять эту концепцию парковой культуры. Вот на этой двери пломба написано, что опечатана департаментом городского имущества города Москвы. Это значит, что город потом передаст эту квартиру жильцам-переселенцам из пятиэтажек. И вот таких квартир в этом доме большинство, около 90 процентов. Вы давно переехали? Так, 14 апреля. Когда я приняла квартиру, здесь оказалась трещина по всей длине. Трещина? Какие мне, ну, как бы, по душе? У меня была комната 15,6 в коммунальной квартире, и я получила однокомнатную квартиру. Ого! Да. Мне бы так. Здесь как вообще изменилась численность людей? Если раньше 37 домов, 5 этажей, в каждом там 3-4 подъезда, да? То есть сколько тысяч раньше жило, сколько сейчас? Ну, раньше где-то в общей сложности, наверное, до 6 тысяч, наверное, было. Сейчас где-то будет 10-11 тысяч населения. То есть получается, ну, там, грубо, в два раза? Ну, не совсем в два раза, но в 1,7, в 1,8 раза больше. Это требует увеличения, вот опять же, детский сад, школа. Это, безусловно, нагрузка на социальную инфраструктуру, на дороги, конечно, на школы. И вот мы видим, впереди строится школа, она 1 сентября откроет свои двери. А до сих пор они куда ходят в школу, жильцы? У нас школы, которые находятся прямо рядом с шаговой доступностью в соседних районах. Нет, это не временно, просто дети ходят в разные школы. Есть план, который мы видели, на котором все эти дома уже нарисованы, но при этом никаких школ и детских садов новых на этом плане нет. Только жилье. Только жилье, причем все по 30 и выше этажей. Сейчас, окна в окне. Вот стоят три башни, да? Их сломали, пятиэтажный дом, там 80 квартир. Построили башню, 33 этажа, в нем 315 или 330 квартир. Одна башня. Это моментальное умножение плотности населения в три раза, сразу. И вот так дальше будет продолжаться по каждому из этих домов, по каждому из этих участков в три раза. Вот одна поликлиника детская стоит, вот здесь две школы, там три детских сада, там одна, еще одна школа. Все. Сначала был один проект, видимо, потом денег не хватает, они давай еще, еще и еще. То есть, и до сих пор ждетного проекта нет. Нет, вот ему захотелось, по-моему, на месте, вот рядом с катком, где сейчас вот... Там должен быть один корпус какой-то высокий. Потом появилось корпус, дом со стеллобатной частью и с тремя башнями. С чего появилось? Откуда? То есть, по мере того, что ему надо, он имеет возможность, он пихает, пихает и пихает. Там подъезжали, люди там срезали, отопление в домах, где люди живут. Чтобы ускорить их пересидение. Приходили люди, спрашивали, вы до какого пора еще сопротивляться будете? Не хотите? Нет. Ну, мы еще что-нибудь сделаем. У нас больше половины жителей, практически все, против этого переселения, против этого контракта с кростом, который ущемляет наши права, по сути дела. Нам предлагают, скажем, в обмен на однокомнатную, какие вот сейчас у нас, 17,5 метров, 14 метров, без балкона, кухня, да, чуть-чуть больше. То есть, общая площадь на пару метров больше. Но что нам на кухне? 14 квадратных метров. Больше нет у них однокомнатных площадей. Они говорят, что такие метражи сейчас не строят вообще. Вот пойдите, посмотрите, экологически чистого, относительно благополучного микрорайона. Нас переселяют туда, на оживленный перекресток, где будет строительство. А там будет валтого пост еще, да. Но они оперируют тем, что, тем доводом, что эти дома скоро придут в аварийное состояние, их нельзя обслуживать. Это так или не так? Нет, это ложь. Это, во-первых, а, ложь, во-вторых, б, это не их проблема. У нас город Москва переложил обслуживание и содержание домов на самих собственников. У нас есть общедолевая собственность, есть квартира в частной собственности, и мы вносим взносы в содержание общего имущества. Вот содержание общего имущества, плюс еще взносы на капитальный ремонт, город возложил на собственников. Какая им разница, где я живу? 15 метров, и здесь стоит 30-этажный, да? И что жильцы вашего дома в целом думают по поводу этого строительства или переселения? Ну, они их тихо ненавидят, конечно, потому что окна в окна, это строительство уже идет год и ночами, и целыми сутками. То есть так они вам намекают, что пора бы и вам тоже отсюда съехать? Ну, тут, по-моему, даже не намекаются. Здесь прямым текстом. Куда вы денетесь? То есть нам всегда говорят, вы никуда не денетесь, а что вы едете? Казалось бы, ну что можно сделать с хрущевской пятиэтажкой? Да снести ее просто и все. Но если подумать, кое-что сделать можно. Мы его не укрепляли, потому что старое здание ни в этом не нуждается. Старое здание как стояло, так и стоит, и будет стоять. Мы рядом с этим зданием пробурили отверстие глубиной 8-9 метров, вставили туда стальные каркасы и замонолители. Получилось бурно-бивные сваи. Вот пилоны новые, на новых фундаментах, они выросли до пятого этажа. Вот эта вся конструкция, это несущая основа будущих этажей, верхних этажей, того, что нас надстроили. Вот эти вот пилоны, они отлиты на новых фундаментах, которые не опираются на старую часть дома. А сколько заняла работа вот эта вся по реконструкции, надстройки? Месяцев 8. 8-9 месяцев, как любой жилой дом. Вот эти хрущевки стоят? Синие – это хрущевки, а оранжевая – это надстройка. Я предлагал сделать стартовую часть и волновым образом расселить эти пятиэтажки. А в расселенной пятиэтажке реконструированы. Волновым образом переселить следующие. И так реконструировать всю эту жилую группу. Себестоимость строительства была самой низкой в Москве. 13 600 рублей в 2003 году. За квадратный метр общей площади зданий. Такой стоимости не было ни у кого. Это очень дешево. Это очень дешево, потому что 50% строительных конструкций у нас уже было. Ой, у вас отличный вид отсюда. С видом на бульвары белые теплоходы. Давайте я вот это вот сниму. С видом на морской, в смысле на речной визу. Но это по московским параметрам элитное жилье. Мы вдвое увеличили общую площадь здания. А количество квартир у нас всего увеличилось на 22. Но они стали больше площадью. Мы улучшили качество жилья. А как в среднем, например, 40-метровая двушка стандартная хрущевская? Она превратилась в 60 метров. К примеру, архитектора Кротова уже сейчас хотят последовать жители 20 домов по всей Москве. Они зарегистрировали жилищно-строительные кооперативы и запросили документы на строительство у городского правительства. Оно выдало документы, но только двум домам. Сколько всего у вас сейчас в программе активно участвует ЖСК? У нас активно около... Вот сейчас 19 ЖСК. А у вас уже у всех собрание собственников прошло? У всех прошло, зарегистрировано. Вот все, кто здесь сидят, это ждут полтора-два года. Это уже ждут документы. И документов этих нет. То есть у всех одна и та же ситуация? Не выдают ГПЗУ? Вообще с понятием «реновация» знакомы и в других городах, где есть панельные пятиэтажки. И в России, и в бывшем Советском Союзе, и в соцлагере. И там «реновация» – это именно перестройка, обновление и улучшение, как предлагает Кротов. А не сплошной снос. Но в Москве по-своему. Сложность, в чем вот вся сложность у нас? Не в жителях. У нас сложность получить исходно-разрешительный документ. Сложность в том, что власти другие планы на эти дома. Какие именно планы у властей? Почему жителям не дают возможности самим реконструировать свои дома? Я спросил у главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Хорошо, Сергей, смотрите, вот вы говорите, что новое жилье, оно будет более современным. Мы можем сейчас посмотреть вместе с телезрителями на те дома, которые предлагаются в качестве стартовых площадок для переселения первого квартала. Это в Измайлово. Вы, как архитектор, можете сказать, это вот то самое современное жилье, куда переедут жители переселяемых пятиэтажек, и вот это тот самый комфортный уровень жизни, который им дает правительство? Смотрите, я считаю, что это нельзя рассматривать как пример системный. То есть вот такого дальше не будет? Я еще раз говорю, это абсолютно не системный пример. Вам это не нравится? Мне это не нравится. Мы говорим действительно о системных квартальной застройке 6-14 этажей высотой. Это формат, чтобы было понятно людям о том, что мы хотим. Это, не знаю, вот эта Москва периода до индустриального строительства, там района, не знаю, там Фунинская набережная, Соколы, есть такие дома, да. Это там 10-12-14 этажей застройка, где-то меньше, кстати говоря, тоже. Это, в общем, хорошие, очень удобные, комфортабельные дворы. Сергей, прокомментируйте следующую вещь. Смотрите, ключевое отличие старого законопроекта, по которому осуществлялась программа сноса ветхого и аварийного жилья, которая была принята в 97-м году, от нового законопроекта, который сейчас обсуждается. Это отличие в том, что если раньше техническая экспертиза признавала дом аварийным и пригодным для сноса и расселения, то сейчас это право решать судьбу дома, оно отдано самим жильцам, то есть непрофессионалам. Вот насколько это вообще умно? Закон, действительно, по крайней мере, идея, которая вокруг этого закона витала, это всегда было больше о преодолении разного рода нормативных процедур, более быстрого, чтобы эту процедуру, всю программу реализации укомплектовать в какой-то более сжатый, компактный срок. Просто потому, что у нас сегодня нормативные процедуры по идее, условно говоря, до построенного объекта, это много времени, много месяцев, несколько лет. Чтобы все-таки это положить в какой-то обозримый горизонт планирования, действительно, закон предусматривает возможности для Москвы, какие-то процедуры, которые в федеральном законе существуют, по отдельному плану, как делалась там Олимпиада, например, или как строится, не знаю, Сколково, идти упрощенным путем. Он ни в коем случае не ориентировался на то, что нужно попрать права граждан, начать отнимать в них собственность, насильных выселять и прочее. То есть сейчас все это преподносится так, что он весь был придуман только на то, что людей как-то выселить. Но я могу сказать, что пока... Так это люди сами воспринимают именно так. Воспринимают, но я говорю, я считаю, что это сами перегретая реакция, потому что до сих пор никого никуда не выкинули, не выселили. Я уверен, что этого и не будет происходить. Я согласен, что выявление, адекватная оценка ситуации крайне важный момент. Как считать правильные голоса, почему есть ли основания считать людей, промолчавших, как согласных, я не знаю. Я еще раз говорю, знаю примеры на личном опыте, что люди говорят, что если промолчать, считать людей, как согласных, нам на это нравится, потому что это удобно. Я могу сказать, что, не знаю, есть люди, которые, наоборот, хотят в реновацию попасть в программу, которых не включили сейчас в голосование, и говорят, как включать? Мы говорим, идите соберите мнение соседей. Они говорят, да у нас соседей вообще им на все плевать в принципе. К сожалению, контингент людей, живущих в пятиэтажках, такой, что многим просто наплевать вообще на все. В этой логике предлагаю продолжить дискуссию. Дмитрий Гудков, если зарегистрируется кандидатом в мэры, предлагаю считать всех не пришедших на выборы, как проголосовавших за Дмитрия Гудкова. Я вам найду тысячу человек, которые скажут, а нам эта идея нравится. Это же жульничество, понимаете? Поэтому чего это обсуждать? И еще важный момент. У нас же принудительное выселение введено. В течение 90 дней вы можете оспорить в суде. Вот они вроде бы вернули нам право на защиту законодателя. Ну, вы же судились хоть раз? Сначала идет один судебный процесс, потом апелляция. Если вы не согласны, вы подаете в Верховный суд, я уже про ЕСПЧ не говорю. То есть такие процедуры могут годами длиться. Здесь же вам дают 90 дней, и если вы не успели пройти весь этот судебный процесс, до свидания, вас выселяют, ваш дом сносят, ваше мнение не учитывают. Это нарушение статьи Конституции, это базовое конституционное право. Смотрите, вы критикуете всю систему, но смотрите, если вернуться конкретно к проекту реновации, вот вы целитесь на позицию мэра города, критикуете ту форму, в которой эта программа сейчас идет. А что вы можете взамен предложить? Вот как она должна протекать, эта программа? Я хочу проводить реновацию по действующему законодательству. Пусть город договаривается с жителями, пусть предлагает им варианты, пусть обеспечит им нормальный переезд, потому что, ну, попробуйте перевести все вещи. Еще много людей, у которых вообще нет денег на это. Этот вопрос никак не решается. Нет, это не так. Вопрос, конечно, решается. Вопрос поставлен, и он решается, что с приездом, конечно, будут помогать, и эти вещи будут, конечно, устраиваться. Реновация — это не только снос. Ну, пожалуйста, там, Германия, Финляндия, также Япония, Великобритания. Это еще и, я не знаю, там, благоустройство этого дома, да, реконструкция этого дома. Я не знаю, там, построить дополнительных несколько этажей, лифты, там, коммуникации и прочее. Почему у нас обсуждается снос только? Вот это как раз... Давайте мы дадим Сергею возможность ответить. Да, сейчас дадим Сергею возможность ответить. Я только подключу к нашему разговору еще одного архитектора. Это Алексей Кротов. Алексей, добрый вечер. Вот у вас есть этот опыт. Вы перестроили одну пятиэтажку, в которой сейчас сами и живете, без сноса, еще и четыре этажа сверху надстроили. Вот можно ли так перестроить любое пятиэтажное здание? Абсолютно любое здание может быть подвержено реконструкции и успешно выполнено. Реконструкцией можно заниматься с любым зданием, в том числе и с рациональной пятиэтажкой несносимых серий. Сергей, а почему по этому пути не пойти? Я вообще могу поздравить Алексея, архитектора, с тем, что программа реновации стала его звездным часом. Никто не знал, надо сказать, профессиональное сообщество или широкая общественность про архитектора конкретного, пока он вдруг не попался с этим единственным примером, единственным, подчеркиваю, примером практически, реновации. Тем не менее, этот проект существует. Существует, там можно поковыряться в истории его создания, я слышал разные версии, честно говоря, не знаю про это хорошо, но я слышал версию, что она там делалась при отселенных жильцах, потом они там заселились заново. Это реально очень сложный путь, сделать из такой пятиэтажки пятиэтажку реновированную. Это во-первых. Надо просто признать, во-первых, что это очень тяжело. Вот люди уже, как говорит Алексей, просят, дайте нам возможность. Как говорит Алексей, это не люди говорят, как Алексей говорит. Дайте возможность, значит, ну вот, приду, наверное, к этому диалогу просто еще раз говорю. Мы сейчас покоим ситуацию, когда мы объективной картины, правда, не представляем. Я, например, не сомневаюсь, что будет довольно большое количество людей, которые четко и ясно выразятся за то, что да, мы понимаем все риски, все мы услышали, все мы поняли адекватно, среди нас нет молчанов, мы там все высказались за, давайте начнем с нас. А дальше будет видно на конкретных примерах. Это Савеловский район северного округа Москвы, и здесь живет главный борец против реновации Кэрри Гугенбергер. Вот в этом доме он не попал в первую волну реновации, это индивидуальные планировки, здесь квартира совсем маленькая, по 20-30 метров. Девочка с прибабахом, да, розовая квартира, одинокая, с кучей кошек. Можно диагноз поставить. Кто такая Кэрри Гугенбергер? Хороший вопрос. Обычная жительница пятиэтажки. Потихонечку работаю в разных IT-сферах и рекламе. Я не политик, я не общественный деятель, я обычный житель пятиэтажки, у которого просто уничтожили жизнь 21 февраля. Мы сейчас боремся за красивые, качественные, добротные дома, которые при должном уходе со стороны правительства простоят еще минимум 50 лет. Но правительству неинтересна забота о нас. Ему важна дорогая земля под нашими домами. Задачей митинга ставила лично я, сейчас я буду говорить, только срок от своего лица, доказать, что мы не кучка сумасшедших в интернете, что мы действительно существуем, что действительно есть люди, которые ценят свой дом, которые ценят свой очаг. Тут четко все написано, что дома в удовлетворительном состоянии. Вот, пожалуйста, да, не выявлено, не обнаружено. Дефектов не выявлено. Наружные стены в порядке. Вот физический износ стен здания, соответственно? 15 процентов. 15 процентов. Ну, то есть здание... В прекраснейшем состоянии. Тем более она будет, да. И таких вот по всему городу очень много. То есть люди ведут, собирают документы, уже начали. Да, да, конечно, конечно. Мы ждем выхода законопроекта. Мы их забомбим искренне. Вот мы просто ждем выхода законопроекта. Уже юристы на старте, мы на старте. Да, то есть все подготовлено. Мы просто вот ждем выхода закона. А дальше, говорю, будем воевать до кассы. Дом ваш не в первом списке, поэтому время, наверное, есть. Не в первом списке, да, но я уверена, что управа сейчас будет. И общественные советники в данном доме сейчас активно агитируют наш дом за снос. Я так понимаю, что это и идет прямо со стороны управы агитации. Мне управа, когда, говорю, четко позвонила, сказала, что Гарри, агитируй за снос. Как общественный советник, как старшая подруга. Когда я сказала, что я не буду этого делать, мне сказали в лицо, что я враг федеральной программы. И сейчас делают во вход за моей спиной, естественно. А вы за снос? Да, за снос. А вы? Я не знаю, я только ремонт сделала. Они ходили по всем квартирам. То есть управа ходит по квартирам и собирает подписи, да? Да, да, да. А вот Кэрри, у вас еще есть старшая по дому. Она никто, никто ее не выбирал, она самозванка. Думаете так, да? Да, это мне и юристка наша сказала. То есть в управе так ее называют, самозванкой? Мне сейчас так сказали, с управе. Она вот звонила, она юристом работает. Это прямо сейчас так сказали? Да. То есть сегодня вот сейчас позвонили, сказали... Да, она мне сказала, что вы приехали. И сказали подойти, поговорить с телевидением и сказать, что Кэрри самозванка. Вам сказали в управе, да? Ну, в общем, понятно, как к активистам против реновации относятся в управе. Вот яркий пример. И она говорит, обязательно скажи, что это самозванка Кэрри. Только сносить и никаких этих вот делов. Какой вы громкий. Дело в том, что идет мощная, многочисленная кампания против сноса. У нас есть выбор, либо это отремонтировать, либо получить новое. Тихо, этот отремонтировать невозможно. Кто сказал? Я говорю, дом построен на 25 лет, простоял, бог знает сколько, и 15% износа. Это как посчитать? Откуда вы знаете, что он построен на 25? Может быть, он на 150 построен? Да что вы говорите? Я помню, что это все и везде написано. Читайте газету, аргументы и факты. Эти дома все построены со сроком на 25 или на 50. Так может, надо верить не аргументам и фактам, а технической документации на дом? Стоп. Да, да, сносить, сносить, сынок, сносить. Вот он весь качается, там я доски наклала, все дырки, дырки. Вот все в дырках, все, это я сама. Через пару лет он просто провалится этот полный. Ну да, он провалится. А пахнет плесенью-то. Вот угол весь гнилой. Был капитальный ремонт по всем этажам, она не пустила. Бабушка старенькая. А, ну вот, и жилица сама не пустила сюда, да? Да, да. Вот, она умерла, потом моей сестры дали как инвалид первой группы эту вот. А здесь уже пошла трещина? Да, трещина. Зачем делать ремонт в этом доме, когда его надо просто снести и все? И дать людям новое жилье. Нормальное. Да, с нормальным условием проживания. Все, больше от вас народ ничего не требует. Виталий, а вы давно квартиру получили в этом доме? Какое это имеет значение? Ну, давно, 9 лет назад. 9 лет? Да. А это как военнослужащий или как... Я просто житель города Москвы, получил квартиру, все. Ну, в очереди стояли, да? На квартиру получили вот здесь. До лета. Я был доволен. Когда я был один. А, ну, ты. А теперь я еще хочу ребенка. А куда мне его? Куда? Да. Нет, куда его? Просто вот будет ребенок, куда мне его? Просто в комнате даже поставить одну кровать, и это невозможно. Ну, вы думаете, что по программе реновации вы получите жилье, которое больше по квадратным метрам? Конечно. Вы знаете, сколько здесь квадратов здесь? 17. Люди в таких условиях просто не могут жить. Есть люди, которые действительно хотят сноса. Да, их мнение стоит уважать, оно как бы, ну, то есть имеет право на жизнь. Есть те люди типа меня, которые не хотят сноса, и мы тоже имеем право на это мнение. И государство делает ни одной посылки, чтобы это разрулить. Большинство и правда за то, чтобы переехать в новые дома. Мэрия заявляет, что ее позицию поддерживают 90% жителей. Из 4,5 тысяч домов всего 4,5 сотни отказались от реновации. Но вот эти 10% жителей есть те ответственные собственники и озабоченные граждане, с которыми власть могла бы пойти на диалог, но до сих пор так и не научилась. В итоге люди вынуждены воевать за свой дом против управы и собственных соседей. У нас в программу реновации попали те кварталы, которые находятся непосредственно рядом с метро. Износ наших домов не превышает 40%. Вот у нас станция метро, вот весь квартал. Как только транспортная доступность заканчивается пределами 10 минут пешком от МЦК, вот на этих улицах у нас ни один дом не попал в программу реновации. Мне очень кажется подозрительным, что жители, которые реально ждут, что их снесут и расселят, они не попали в программу реновации. Сейчас просто такой бардак, настолько стравливают жители. У нас сейчас наша управа пустила по домам, можно сказать, заслуг казачков, которые ходят и агитируют за снос. Что делает сейчас наша голова управы? Он собирает по три дома, они привозят с собой сотрудников МФЦ, и сразу там же проводят голосование. При входе молодой человек сказал, вот вам анкеты, вот из какого дома, анкеты для голосования. Вот это он раздает. То есть они сразу на входе, на собрание выдали анкеты для голосования по реновации? Анкеты для голосования и это листовки за. Сразу раздали голосовать и ксерить паспорт. Давайте паспорт и ксерить его. Я там раскричалась, засняла вот это. Много они собрали, но я считаю, что много. То есть такие собрания проводятся прямо одно за другим? Раз в час. Вчера было несколько, да? Да. Это было организовано для того, чтобы собрать вот это вот все. Собрать подписи за реновацию? Собрать подписи. Мы до сих пор не знаем, кто заработает на реновации. Но знаем тех, кто очень хотел бы. Девелопер Алексей Шепель одним из первых объявил, что вместе с партнерами готов участвовать в программе. Десять лет назад он был чиновником при бывшем начальнике московского строительства Владимире Ресине. И уже занимался программой расселения пятиэтажек. Ваше имя сейчас связывают с проектом реновации, который предложен московским правительством. И такое впечатление, что вот именно ваши структуры, те самые бенефициары реновации, которых так боятся узнать. Ну, совсем нет. Эта программа родилась совершенно неожиданно. И для строителей, и для тех, кто занимался аналогичной программой с 2003 года, вот как я, например. И мы были в легком недоумении. То есть несправедливо замечание, что, наверное, это строительное лобби так повлияло на правительство, что они начали эту программу. Нет, это впечатление вот наше, что это все-таки большая политика. У строителей для таких масштабных программ просто нет времени их масштабно планировать. Это не девелоперский интерес. Это интерес наших чиновников. Заявляю вам с полной ответственностью. У девелоперов просто нет времени так далеко заглядывать вперед. Это работа, это обязанность чиновников. С тех пор, как сам Шепель перестал быть чиновником, в Москве полностью сменилось начальство. Теперь здесь строит Марат Хуснулин. Он подтвердил, что реновация началась не тогда, когда Собянин пришел к Путину, а гораздо раньше. Вы признаете, что вы начали подготовку программы раньше, чем они были объявлены в феврале 2017 года? Есть документы, конкурс на анализ исходных данных по кварталам, подготовка программ реновации с сентября 2016 года. Коллеги, мы подготовкой программы, что делать дальше, занимались предыдущие 6 лет. Потому что по мере окончания программы, а мы в этом году все, заканчиваем ту предыдущую программу, у нас стало поступать сотни тысяч обращений, которые просто задавали простой вопрос. Когда вы нас переселите, на каких условиях? Мэрия говорит, каждый дом решает свою судьбу сам, открытым голосованием или собранием собственников. Но никто из наших героев судьбу своего дома решить не смог. Петр Петрович Петров и Динара Якушева очень хотели попасть в программу реновации, но не попали. Павел Бардин и Кэрри Гугенбергер были уверены, что попадут, но тоже не попали. Но как-то власти составили этот список. Есть же за ним какая-то логика. Прошлой осенью и зимой правительство Москвы заключило 9 контрактов на строительство в разных точках города. Вот они на сайте госзакупки. Общая сумма 20 миллиардов рублей. Если наложить эти точки на карту реновации, окажется, что все они находятся вблизи, а иногда в самом центре, кварталов под снос. Можно построить первый многоэтажный дом, пересидеть в него несколько хрущевок, снести их и повторить то же самое много раз. Как вот здесь, в районе Богородское, на месте неприметной хоккейной коробки. И никому из жильцов об этом ничего не сообщали. Ни тогда, ни сейчас. Это как раз один из тех кварталов, которые почти полностью назначены под снос. То есть все вот эти дома? Ковровая бомбежка. Эта площадка, по слухам, предназначена для первой стартовой площадки в этом квартале 8Б, для дальнейшей волновой вот этой застройки. На месте этой хоккейной площадки должна быть построен стартовый дом для переселения. 1 миллиард 200 там с лишним тысяч выделены на работы, подготовительные, там может быть проект. В общем, все, чтобы начать здесь строительство. Слушайте, ну тот договор о строительстве стартовой площадки, он заключен в конце 16-го года? Да. То есть задолго, за несколько месяцев до того, как начались разговоры о реновации. Получается, все было решено заранее? Наводит на определенные мысли. Власти заранее готовились к этой акции, и сейчас все, что происходит, наши голосования, активный гражданин, МФЦ, собрание собственников, все эти обсуждения в Думе, там первого чтения поправок, это все чистый спектакль. Потому что, ну это очевидно. Если они что-то решили и уже готовились порядка двух лет, как показывают документы, а то и более. То есть вы не верите в то, что реально жителей спрашивают о чем-то? Нет, конечно. Конечно нет. Почему бы не зачистить весь район и забрать эту землю? Ну это все. То есть программа реновации – это не речь об улучшении жилищных условий москвичей, а речь об отборе хорошей земли. Все. Субтитры создавал DimaTorzok